Обзор монтажа в квартире Подобный обзор будет полезен тем, кто планирует начать капитальный ремонт и хотел бы посмотреть, как выглядят многие решения в интерьере и как все это в принципе работает. В общем, начнем мы, пожалуй, со светильников, коих тут огромное разнообразие. Здесь применены трековые светильники двух форм, прямой трек и в форме квадрата. Также подвесные светильники, накладные точечные светильники, встраиваемые точечники, бра, подсветки для картины, обычные светильники и дежурное освещение. Короче говоря, внимание на экран. Чтобы не затягивать видео, всего мы сейчас показывать не будем, но в описании я оставлю ссылку на папку с фотографиями, на которых вы сможете все очень подробно рассмотреть. Разумеется, многие зоны освещения управляются с нескольких мест. Тут мы плавно переходим к элементам умного дома, которые касаются в основном управления освещением, где нам и пригодилось основное преимущество этой системы. Мы здесь использовали систему Нетатма от компании Легран. В ходе установки пуск и наладки выявились как преимущества, так и недостатки этой системы, о которых я хочу рассказать поподробнее. Начнем с преимуществ. Главное из них это беспроводные выключатели. Особенно сильно они пригодились при кроватной зоне. Дело в том, что здесь стены зашиты шумоизоляцией, плюс проходит трасса кондиционеров и дренажная трубка. Также выключатель у входа. Заказчик очень хотел, чтобы выключатель был именно здесь в соответствии с дизайн-проектом. Но это несущая конструкция. Она попросту напичкана арматурой, которая загибается вовнутрь. И даже если нарушить запрет на резку арматуры в несущих стенах, ее просто физически невозможно удалить, не уничтожив дверной проем. Благодаря тому, что выключатель крепится без подразительника, его можно зафиксировать четко, сориентировав относительно наличника двери и угла стены. Соответственно, выключатель мы смонтируем чуть позже. Здесь будет один выключатель на освещение коридора и основной выключатель, который задает положение «я дома, я не дома» и «день и ночь». Еще очень прикольная фишка системы Netatma это взаимодействие с голосовым помощником, например, с помощником Алиса. То есть теперь можно управлять освещением и бытовыми приборами при помощи голосовых команд. Алиса, выключи свет на кухне. Еще благодаря этой системе мы решили, например, проблему установки кнопки для включения измельчителя. Дело в том, что в стандартном исполнении для измельчителя необходима установка пневмокнопки в столешнице кухни, для чего ее приходилось бы сверлить. Мы здесь этого избежали, установив умную розетку, которая управляется беспроводным выключателем. Работает беспроводной выключатель в связке с микромодулем, который есть как для установки в подрозетник, либо в корпус светильника, так и на Динрейку. Еще нам удалось выполнить сложную задачу по проветриванию помещения кладовой. Дело в том, что заказчик хотел, чтобы вентилятор включался и выключался без его участия автоматически. Эту задачу мы решили при помощи установки микромодуля Netatma, который программируется через приложение на смартфоне. В общем, весь состав комплекта Netatma и как все это работает, вы найдете по ссылкам в описании. Ну и так как у нас субъективный обзор, мы перейдем теперь к описанию минусов системы, с которыми мы, к сожалению, также успели познакомиться. И первый недостаток – это, разумеется, цена. Но особенно в подробности мы вдаваться не будем, эту информацию вы легко найдете сами. Но вот на том, чего вы не сможете узнать из описаний в интернет-магазинах, мы остановимся поподробнее. И первое, что нам не понравилось – это приложение для управления системой. Перевод подсказок при настройке, как на сайте Алиэкспресс. Настройка и соединение идут долго и временами вылетают, а интерфейс мне показался совсем недружественным для пользователя. Сопряжение между устройств между собой напоминает какой-то магический ритуал, который непонятно вообще, когда работает, когда нет. Компьютер сказал нет. В общем, поздним вечером, когда был завершен монтаж электроустановочных изделий, попытка настроить все вот это вот и заставить правильно работать, ну, закончилась для меня чуть ли не нервным срывом. Оставила массу негативных воспоминаний и ассоциаций. No new product can be associated to the schluss with rosyett. Please write me. Ну, уже текст изначально, а schluss с rosyett, и видно где-то еще там. И он выскочил. Ну, в английском языке, понимаешь, наш язык настолько велик, что у них нет такого выражения, как шлюз с розеткой. Много чего нет. Да. Ну, говоря проще, это далеко не та система, которую сможет купить любая бабушка со смартфоном и настроить ее самостоятельно. Также обращаю отдельное внимание на то, что умные проводные выключатели работают далеко не со всеми светодиодными лампами. Да, список есть в свободном доступе, но легче жить от этого не становится. Например, эта квартира делалась полностью в соответствии с дизайн-проектом, который был тщательно проработан, и в котором были учтены и посчитаны все модели мебели, оборудований, в том числе конкретные модели светильников. Так вот, проектирование электроснабжения происходит только после составления дизайн-проекта, и решение о применении элементов умного дома Нетатма принималось, разумеется, тоже после. И сами понимаете, что менять светильники уже после того, как они вписаны и согласованы в дизайне, не вариант. Мы об этой проблеме знали и, разумеется, справились с подключением, но это все привело к установке дополнительных микромодулей, которые стоят недешево и, по сути, напоминают некоторый колхоз, что тоже очков в системе Нетатма не добавляет. Еще очень интересный момент — это включение выключателей. В нашей стране принято, чтобы выключатель включался, когда клавиша нажимается вверх. По умолчанию Нетатма включается вниз, но для России Легран выпустили прошивку для включения вверх, и барабанная дробь, часть из них перепрошились сразу в автоматическом режиме, как положено, а вот часть нет. То есть половина сначала работала на включение вверх, а половина вниз, и только с течением некоторого времени они все стали работать как положено. Твою мать, не в ту сторону, а новой. Там старая детская машина. Все, я понял. Также нам не понравились некоторые костыли в виде так называемых блоков сопряжения, без которых не работают проводные умные выключатели, для которых нужно еще найти место, чтобы их туда впикнуть. Также обратите внимание, что для работы системы обязательно нужен стартовый пакет. То есть нельзя просто купить один выключатель и одну розетку, чтобы управлять ее дистанционно. Ну, несмотря на все мною перечислено, в большинстве случаев эта система оказалась для нас полезной и сильно сократила количество и сложность черновых работ. Ну ладно, с элементами умного дома мы разобрались, теперь давайте взглянем на силовой и слаботочные щиты. Тут тоже есть кое-что интересное. Во-первых, это слаботочный щит. Здесь этот целый коммуникационный шкаф, и не надо писать, что мы совсем охренели. К его выбору мы не имеем никакого отношения. Дело в том, что наш заказчик работает в IT-сфере и сам решил установить такой щит. Мы его только установили, а все подключение внутри заказчик выполнил самостоятельно. Кстати, рядом со щитом наверху расположен тот самый головной модуль Netatmo. Силовой же щит в этой квартире это скорее костыльные решения, так как дизайнер напичкал квартиру оборудованием, но не предусмотрел достаточное количество места под распределительный щит. И собран он полностью на диф-автоматах. Здесь установлены те самые АББшные диф-автоматы, для включения которых вам понадобится желательно метровый рычаг, а при нажатии кнопки тест вы рискуете сломать себе палец в двух местах. Подобных решений мы стараемся избегать, и поэтому делать на него отдельный обзор мы не будем. Тем более, что на канале достаточно роликов по сборке электросчитов, как, например, обзор того, как должен быть собран идеальный вариант щита по версии команды Ghost+. Ссылки в описании. Единственное, на что хочу обратить здесь внимание, это регуляторы тёплого пола Terneo на Динрейку от украинской компании DS Electronics. Вот это, как говорят мои украинские коллеги, настоящая перемога. Данное устройство управляется как при помощи кнопок на лицевой панели, так и дистанционно из любой точки мира через приложение. Также, благодаря тому, что сами регуляторы стоят в щите, мы исключили любые проблемы по замене датчиков температуры для тёплых полов, организовав места подключения в скрытых лючках непосредственно возле пола, которые будут спрятаны за мебелью и бытовой техникой. Кстати, один из лючков расположен прямо здесь. В общем, по тёплым полам и ошибкам, связанным с их подключением, будет отдельное видео, поэтому не забудьте подписаться на канал. Ну, вроде все интересные технические решения мы разобрали, теперь предлагаю просто посмотреть, как выглядят электроустановочные изделия в интерьере квартиры. Светильники мы уже посмотрели в начале, а теперь посмотрим установленные блоки розеток и выключателей на стенах разных цветов и текстур. Установлены здесь выключатели и розетки серии Valeno Life, цвета алюминия от Ligran. Все розетки и выключатели имеют самозажимные контакты, что хорошо сказывается на долговечности. Отдельно отмечу, что когда дело касается подключения конечного оборудования, такого как розетка, светильник или выключатель, самозажимные клеммы – это хорошее решение. Главное не увлекаться шлифованием на них и не устанавливать самозажимные клеммы в распределительных коробках без доступа. Это если в двух словах, конечно. В общем, все имеющиеся у нас варианты установки электроустановочных изделий на ваших экранах. Последнее, чем я бы хотел сегодня закончить, это пресловутые декоративные кирпичики. Устанавливая розетки в подобных местах, в голове крутится классический вопрос от потенциальных заказчиков. Сколько у вас стоит поставить розетку, ответ на которую может быть только смотря куда. Если просто поставить розетку на кирпичи, будет вот так. И чтобы поставить блок розеток ровно, необходимо индивидуально подгонять основание под рамку, что сопряжено с большим количеством временных затрат, миллиметровыми допусками и сотней промежуточных примерок. Просто имейте в виду на всякий случай. Ну а на этой ноте я хотел бы закончить сегодняшнее видео. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забудьте заглянуть в нашу группу ВКонтакте и, конечно же, безопасного вам электричества. С вами был Вяткин Александр, команда ГОСТ+. Хоп! Да!